5 ноября в городе над Бугом прошла расширенная рабочая встреча проекта Брест-2019 по вопросам современного состояния и развития территории Брестской крепости на основе материалов группы инвентаризации и документации. В ходе мероприятия были обсуждены итоги исследований территории крепости Брест-Литовска. Отходить к этому вопросу мы начали примерно год назад. Мы начали обсуждать, что можно делать с крепостью, и поняли их недостаток знаний, потому что на тот момент мы не знали, как устроена крепость. Чтобы проектировать что-то с крепостью к юбилею Бреста в 2019 году, нужно понимать, как оно устроено. На встрече был продемонстрирован проект «Атласа», который является визуальным отображением наследия Брестской крепости. Структура издания создана с расчетом на наиболее полное представление крепости Бреста как совокупности оборонительных и необоронительных построек, гарнизона, а также вооружения и оборудования. Книга является пилотным проектом Фонда развития и призвана помочь введению собранной информации в научный оборот, послужить инструментом привлечения потенциальных партнеров, спонсоров и экспертов. Основная задача – не вычленить хорошее, что есть, его никак не ухудшить, как минимум. Безусловно, это основная сложность вообще разработать концепцию Брестской крепости, это собственно Брестская крепость. Ее тысячелетняя история – это драма 41-го года. Это много-много различных исторических событий, которые здесь происходили. И здесь, помимо этого, еще другая история, что есть большое количество разных интересов, которые здесь сталкивались. И как учесть, существуют от полярной точки зрения. Вот это проблема. Но интересно, это интересные задачи, которые решаемы и решаются. Сохранение исторического и культурного наследия – залог становления и развития каждого народа. Героическое прошлое Брестской крепости не должно быть забыто, а потому проведение подобных архивных и натурных исследований, а также структурирование информации – важный шаг в деле сохранения памяти о прошлом своего города и передачи этой информации будущим поколениям. Брестская крепость – это действительно жемчужина сегодня не только нашего города, нашей республики. Это памятник мужеству, памятник, который вел наш Брест и нашу Брестскую крепость в мировую историю. Ведь сегодня через залы только нашего музея прошло более 22 миллионов представителей 140 стран мира. И то, что сегодня проектируется, то, что сегодня рассматривается, может быть, кажется, на первый взгляд, не совсем реально, но очень хотелось бы, чтобы та любовь, на которой основываются все эти предложения, профессионализм тех, кто этим занимается, и наша брещан-позиция не навредить нашей Брестской крепости, все это нашло реализацию. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.